В частности, какое-то мероприятие, где мы вспоминаем 25 лет фестивалю. Мы попросили наших любимых драматургов написать тексты, и какие-то из них вы можете прочитать на сайте, а Любимовка какие-то будут разыграны сегодня здесь артистами, режиссер Толгат Баталов. И все они объединены одной темой. Любимовка. 25 лет в этом году. Мы надеемся, что следующий юбилейный год будет еще через 25, то есть когда будет 50, и что вы будете все здесь. Но мне сказать, собственно, нечего. Друзья, вновь и вновь я обращаюсь к вам со старой песней. Все пришли, да, уже? Сели, как я вижу. Нужно так напоминать. Можно ноги, пожалуйста, надо читать? Не-не, это нормально. Торопимся, торопимся. Нуки немножко убрали. Да. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся... Пожалуйста, проходите, если можно. Два автобуса еще... Женщина, садимся, пожалуйста. Женщина. Два автобуса приехали. Побыстрее попробуй. Два автобуса приехали, поэтому... Мы находимся в культурном мемориальном заповеднике Любимовка. Это древнее слово на языке народов Мери, населявших Ярославское шоссе, между развязкой на Королев и поворотом на деревню Великие Дворики. Значение слова неизвестно. В десятые годы текущего столетия на наше отечество обрушились невзгоды. Падали рейтинги, самолеты, ВВП, проигрывались локальные войны и футбольные чемпионаты. Моральный облик соотечественников наводил ужас на соседние государства. Правительственная комиссия из ведущих специалистов ГРУ, ФСБ, Патриархии и Министерства культуры провела расследование и выявила корень зла. Во всем виноваты современные пьесы, друзья. Полное сквернословие и очернительство. Немедленно постановки всех современных пьес были запрещены. А драматурги после короткого публичного процесса были признаны бездуховными засранцами. Получили покайлу в руки и отправились добывать полезные ископаемые для родины. Любимовка на Клязьме. Театр Дог, где привыкли собираться авторы современных пьес, были объявлены опасными рассадниками. Заколочены досками, сровнены землей, побрызганы дихлофосом и святой водицей. Однако эти меры не дали желаемых результатов. Не дали. Жизнь не хотела налаживаться. Население, доведенное до отчаяния, коррупции, инфляции, цинизма властей и социальным неравенством, вышло на улицы с требованием современных пьес. Кровопролитная борьба, добрасть мой, света со злом и всех вместе против здравого смысла продолжалась долгие годы и завершилась народными гуляниями выживших. Современные пьесы вернули в театры, уцелевшие после работы кайлом драматургов за компьютеры, а комиссия по канонизации на экстремном заседании объявила современных драматургов духовными повстанцами. Интересно, что на этом же самом, представь себе, на этом же самом заседании было наконец признано, что мат наше все. Нерукотворный памятник народу. Священная традиция, протянутая сквозь века заботливой рукой предков. И введена квота матерных ругательств в любом тексте. Не меньше одного на три простых предложения. Даже если это медицинская карта или рецепт пирога для воскресного семейного обеда. Итак, друзья, вы находитесь в Любимовке, месте, святом для каждого мыслящего человека, где прошла творческая молодость множества духовных постанцев. Тут состоялись культовые читки. Культовые не от слова кул, да, от слова кул. Что в переводе с американского означает... Забись. Это, вообще-то, азы, это младенцам известно. Что известно? Поэтому здесь... Домушка, вы пришли неподготовленные сюда, можно сказать, в святое место. Это нужно было дома сделать. Читали, слышали? Читали, слышали? Прекрасно. Это очень хорошо, что вы умеете читать. А что вам хотелось бы узнать? Давайте остановим наше мероприятие. Нет, нет, пожалуйста, Варя, я общаюсь с девушкой. Ну вот можно какой-нибудь небольшой исторический экскурс, вообще, где мы находимся, что это такое... Где мы находимся? О чем вообще, да. Здрасте, пожалуйста. Да. Не, ну ладно, хорошо. Что вам конкретно нужно? Какой вопрос? Давайте продолжим. Что вам нужно? Знать, что здесь было раньше, или что? Да, да, что вот здесь было раньше, о чем вы вообще говорите? Какие кул пьесы, что такое новое-то, о чем? Раньше ничего не было. Нет, подожди, нет, здесь что-то было, наверное, что вам это самое, что конкретно вам нужно узнать? Я читала. Ах, вы читали, и мы уже слышали это, прекрасно, мы тоже все читали. Понемногу, чего-нибудь и как-нибудь, да, как кул паска. Шекспир. Нет, действительно, Шекспир. Ну, замечательная молодежь, то есть, слава нам. Замечательная. Здесь до этого ничего не было, то есть, ну, что-то было, действительно. Здесь был какой-то особняк, где жил богатый человек, занимался, кажется, фармакологией, и у него был друг, который что-то там писал, и... Врач. Врач тоже, да, правильно, вот, и они, фамилия, история не сохранила, да. Давайте сейчас... Друзья, дальше у вас свободное время, ну, буквально пять минут, потому что еще много автобусов очень сегодня. Значит, что хочу сказать, в шалаше на берегу чудотворная дырка от треников, предположительно принадлежащих братьям Пресняковым. Внимание, друзья, желающие приложиться к дырке, сохраняйте благоговейное молчание. Значит, там есть найда, потомок собаки, которую, кажется, кормила своих рук Екатерина Нарши. Может с ней сфотографироваться. Значит, шерсть на сувениры мы не выдергиваем. Собака мемориальная, чтобы было понятно. Пузырьки с водой из плязьмы, взятые в месте падения старзанки Василия Сигарева, они придут все в сувенирной лавке на входе. Там же продается водка Любимовка, настойная на черновиках пьес Оли Мухиной и множество других приоритетов, согласно прескуранту. Вот, значит, за этим столом неоднократно сиживали Курочкин, Угаров и некто Желесцов. Вот, стол треснутый, ну, в смысле, стол, да, потому что внезапно, однажды, Желесцов поник головой, задумавшись о дискурсе, историческом контексте и тотальном кризисе инструментария. Немножечко, минутку. Женщина, если что, землю целовать запрещено. Я, конечно, понимаю ваши сентиментальные вот эти проявления, но у нас существует правило. Ну, значит, вы тут нам до дыр все зацелуете, нам еще работать, и вообще у нас запись за полгода вообще вперед стоит. Значит, я еще хочу сказать, что отделение заповедника в Трехкрудном переулке откроется осенью после реконструкции. Спасибо, друзья! Диалоги, двор, театр, дом, утро. Привет. О, здравствуй. Привет, привет. Вот он, великий человек. Привет. Здравствуйте, как бы неплохо, что мы здесь собрались. Привет. Здорово, привет. Здравствуй, дорогой. Честно, рад, что ты здесь. Последний раз, да, год назад. Да, ровно год. Ну, как бы, да. Привет. Да нет, я пока не буду, утро еще. Давай после чихки. Что? Да, здесь, наверное, но я его еще не видел. О, привет, ну, конечно же, поцелуемся. Вон он, а-а-а. Да ты поселился уже? Класс. Здравствуйте, Юрий. Здорово, Юрий. Картина первая. Мать! Тут в узелке носки, презервативы, финики. Ванечка, мать, а финики зачем? Сама не знаю. Выложу. Мать выкладывает финики. В Москве это осторожно, Ванечка. С наличными в долг не давай, с незнакомыми не распивай пиво и водку особенно. С нужными людьми знакомься, актерами, кто там в этих театрах у них главный. Господи, перед соседями стыдно. Пьесы он пишет. Зина Николаевна тут спрашивала, что это у Ванечки? У вас свет по ночам горит. А я ей в интернете сидит, в одноклассниках. А сама глаза в пол, глаза в пол. Как сказать-то? Ладно, а если случится, что? На фестивале этом. На кого мне заяву в ментовку катать? Кто у них там за главного? Сейчас, читает по бумажке. Всего наилучшего Загаров Михаил Юрьевич. Однофамилец, значит, как Лермонтов. Ты Загарому, этому, на каст мой материнский передай, чтобы, значит, не позволяли тебе лишнего и сами в руках себя держали. Знаем мы эту гнилую среду. Телевидение, слава богу, в каждый дом сейчас шагнуло. Доносит важную информацию до населения. Ну, присядем на дорожку. Да мы и так сидим, мать. Ну, Ванечка, символически, знаешь, сын? Да, матушка. Если гнилая эта среда сильнее окажется, я тебе презервативы и на черный день положу. Картина вторая. Режиссер. Хорошая пьеса, Иван. Хорошая, хотя говно. Первый раз у тебя. В смысле? Ну, первый раз за пирог взялся. Да нет, я в детстве стихи писал. Потом для эстинг-газеты еще. Ты не парься. Я тоже раньше ничего не ставил. Волнуешься? Да нет. А вот волнуюсь за тебя. Обделаешься ты, Вань. А зачем у тебя написано, Сергей берет в руки гитару? Он что, гитаист? Да нет, он просто наяривает. Это вы там у себя на Урале, наверное, наяриваете. Зачем наяривать? Спонтанно или там по сверхзадачам. Да от него девушка ушла. А, от него девушка ушла, а он наяривает. Молодец какой. Ты пойми, я разобраться хочу. Подтекст вытащить на поверхность. Ты про форму не беспокойся, форму я держу. Немного музыки, немного зажигательного танца. Главное, темп поймать. Есть еще идейка. Музыку включить погромче. Громко-громко, чтобы вообще не слышно было слов. Ты как? Ну, если это для дела надо. Картина третья. Номер гостиницы «Турист». Яна Иванечка падает на кровать, расположенную рядом с кроватью драматурга Шишкаева. Шишкаев, тебя когда читают? Завтра, ой. Тошнит? Да не так, чтобы категорически, но блевануть тянет. Узнаю Москву. Страшный город. Драматург Александр Шишкаев, Саратов. И вас с Урала. Че нажрался так? Режиссер хочет музыку включить, чтобы пьесы было неслышно. У меня молчаливый протест. Ну, может и лучше так. Ну, тогда на обсуждение музыку покритикуют. Мелодия вторичная, контрабаса не хватает. Ну, а тебя не тронут. А вас читали? Сегодня. Идиоты-завистники. Критиковали? Все поверхностно. Ну, претензии самые наивные. Ну, на самом деле, причина в другом. Они же конъюнктурщики, чернушники. Ну, накипь дня. Да, я другой. Я белая ворона. Я борюсь за театральные традиции, за классическую драматургию. Но при этом не теряю связи с сегодняшним днем. Жив? Жив? Подташнивает. А вот действие моей пьесы происходит на комвольном комбинате в период акционирования предприятия. Да. Сознаю, тема смелая. Во многом радикальная. Ну, вот вставь я пару матерных выражений, я бы был среди них своим. Но у меня-то перо не поднимается. Понимаешь, Вань? Ну, на вот, возьми пакетик. Ванечка блеет в пакет. Когда Евгений, мой герой, глава профсоюзного комитета, объясняется в любви Татьяне, зная, что завтра он пойдет на переговоры с топ-менеджерами предприятия и, быть может, не вернется, ну, вот какой мат может быть? Пусть идут нахер со своим матом, блядь. Ваня засыпает. Картина четвертая. Он просыпается от того, что над ним склонился какой-то юноша с мудрым и проницательным взглядом. Это был молодой Миша Дурненков. Читал. Читал пьесу твою. Молодец. Спасибо. Влияние немного чувствуется, мастер твоего учителя? Давай на чистоту. Мастер влиял. Мастерство передавал. Бывало. По сути, твоя пьеса о процессе инициации. Я правильно уловил содержательную сторону твоего высказывания? Ну, типа. Еще режиссер хочет музыку громкую поставить, чтобы слов не было слышно. А вот это зря. На карандаш возьмем. Еще, старик, слишком увлекаешься Беккетом, который Самуэль. По пьесе твоей заметно. Избавляйся. В смысле? В смысле? Ты смотрел последнего Пинтера? А когда у него читка? Да, отстаешь, старик. Наверстывай. И Минводиса обязательно посмотри. Его лекцию «Театр как основа трепетного». Без нее никуда. В библиотеке есть? На ютубе. Картина пятая. Слышатся аплодисменты. В комнату, которую можно назвать кулисами, заходит режиссер. Все, конец. Заходи на сцену. Жаль, что музыки не было. Куда ты кассеты делаешь? Без музыки-то и зажигательный танец не получился. Пришлось срочно правки вносить. Короче, извини, прочитали как могли. Хлопают? Подташь тебе. Хлопают? Да там, знаешь, там воздуха в зале мало. Вот хлопают, чтобы взбодриться. Повезло тебе, знаешь, повезло, что читку после обеда поставили. Сытый зритель, он ведь добрее. Давай, короче, уже на поклон. Находи. Только я тебя прошу, ты сцену, пожалуйста, не целуй. Без сантиментов обойдемся, ладно? Блин, ну куда кассета с музыкой делать? Я ведь ее рядом с магнитофоном положил на столик. Банечка выходит на сцену. Дорогие москвичи и гости столицы. Очень хорошо, что у вас такое организовано. А то сидишь, пишешь в одиночестве, родные тебя молчаливо осуждают, близкие. Сидишь, пишешь и отчаяние такое тебя одолевает, думаешь, что никому это не надо. А это никому... А это, оказывается, надо. Даже Шишкаев, он хоть на вас и обижается, но на следующий год сказал, что все равно приедет. На самом деле, никто не помнит, говорил что-нибудь подобное, Ванечка, или не говорил. Но на самом деле, это и не важно. Известно одно. В ту минуту, когда он стоял на сцене, за его спиной появился молодой Миша Дурненков. Кассету возьми. На память. Так это вы ее взяли? Ну, я лишь выступил орудием причинно-следственной связи, понимаешь? Без нее в драматургии никуда. И обязательно прочти Минводиса. Пристально смотрит в зал. Кто будет в наш зрительный зал через 10 лет? Заменит ли интернет телевидение? Останется ли театр священным зрелищем? Или превратится в грязный вертеп? Вот что занимает сейчас мое воображение. Все, я пошел думать. Воображаемая Москва воображаемого времени. Может, далекое будущее. А возможно, начало 20-го столетия от Рождества Христова. Кофейня, как в старых фотографических открытках. Покойная, уютная. Такая же не в самом деле, как и город за окнами. За столами трое завсегдаты. Мужчины внушительных убеждений и основательных взглядов. Более прочные и ощутимые, чем вся обстановка вокруг. Первый завсегдаты смотрят в окно. Ну, опять ненастье и ветрено. Подлость русской погоды уступает только бесстыдству русскому правительству. Второе завсегдаты. Браво. Третье завсегдаты. Однако же, господа, согласимся, отчасти и мы виноваты в этой интервену свистопляски. Вы извольте говорить о климатической неустроенности? Да, ну что климат, климат. В обществе, в обществе не погодится. С одной стороны, ретрограды и казнокрады. С другой, разрушители и потрошители. Безроду племени, необразованщина. Вообразите, на что замахнулись? На российской цирке? Да быть такого не может быть. Да, да, уж поверьте, поверьте, что именно такая пошла писать губерния. Я вам, господа, изъясню все в деталях. Собралась некая партия людей разных званий и положений, выходцев из разных мест. Кто с Урала, кто с Поволжья, даже и некоторые москвичи ту даже. Современный цирк, говорят, к реализму жизни нечувствителен. Да уж ли можно так чернить и порочить, а? Но чем же им цирк-то не угодил? Формы, говорят. Формы обновления требуют. Формы, вишь, устарели. Все новизны алчут. Скажите, какие революционеры. Вы знаете, это от невежества в крайность кидаются. Не, представьте, представьте, уже от слов и к делу перескочили. Устраивают цирковые представления без оркестра. Да, без униформистов и даже без шпрехсталмейстра. Скажите, а как же клоунские репризы? О, да у них там все клоуны. А вот мне интересно, белые или рыжие? Вообще без масок. Вообще и без красок. Я, кажется, что-то такое слышал дающее. Новейший цирк называется. Так вроде бы это шушера себя величает. Именно, именно. И нашелся среди них некий самозванный теоретик, который утверждает, дескать, в цирке главное нуль позиция. Это сейчас он про борцов, что ли? Я не понял. Да нет. Нет, ну это же чепуха. Полнейшая чепуха. Предложите-ка нашему богатырю Поддубному, когда он на манеж выйдет, занять нуль позицию. Так уже посмотрим, что он с вами сотворит. Ну где? Ну где еще играть представлений, как не в Шепито? Ну где? Где? Так ведь нет. Нет, по подвалам хоронятся. И публику дуру к себе заманивают. Слушайте, это какая-то секта, господа. Нет, ей-богу, это секта какая-то. Исключительно, исключительно точно обозначили. Вместо обыкновенного, классического циркового представления с конями, медведями, так сказать, наездницами, акробатами, но с мальчиками, в конце концов, гуттаперчивыми, я понимаю, да? Устраивают чуть ли не родение, разыгрывают сцены жизни босиков. Да? Не, ну помните, господа, от жизни босиков это господина Горького сочинение. И вовсе не Горького. И вовсе не Горького, какого-то ихнего там гения непризнанного. Нет, я честью клянусь, Горького, я сам лично пишу, читаю. А я вас уверяю, Горький такой Галебатье сочинять не мог. Так ведь они, они-то, из новейшего цирка, которые твердят на каждом углу, что сочинять ничего не надо, вообще ничего. Надо из жизни черпать, из, так сказать, реальности. Ну, вербатим. О, да. Это все недовучие. Это метрофанушка. Копейню входит четвертый завсегдатый с газетой «Московские ведомости» в руках. Господа, известно ли вам о новом позорнейшей публикации? Здравствуйте. 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 Простите, разгорячен прочитанным, забыла приличие. Как их громят, какую брань обрушили и за что? За невинную попытку обновления молодые люди хотели избавить цирка от рутины. Оживить и очистить, или вернее очистить и оживить. А что получилось? Вместо благодарности за смелость духа, за эксперимент, как непошто звучит это слово, разнос и донос. Какой стыд. Первый, второй и третий завсегдатый переглядывается. Это косность наша. Наша косность и наше невежество. Да, да, да. Однако, надо бы поддержать прогрессивное устремление. Пожалуй, куплю билет. Где, вы говорите, играют представления? В подвале? Смело. Да, и кто это так постановил? Ежели цирк, так непременно с конями. Ну, кто думает. Можно и с мальчиками, в принципе. Сцена театра ДОК. Читка пьесы «Все любят Светлану. День». Сцена первая. Гамаюн и 200 метров на краю пропасти. Гамаюн. Когда красивая ночь настанет, мы будем ходить в шилках и шляпах. 200 метров. И стрекозы будут летать безумными зигзагами, запутывая следы, которых в прозрачном воздухе все равно не видно. Ты прекрасна, моя любимая, как мысль, которая приходит человеку перед смертью. Ты прекрасна, моя любимая, как поле брани до того, как на нем сойдутся какие-то войска. Ты прекрасна, моя любимая, ты проходишь, оставляя двери распахнутыми, настежь. Ты забираешься на гору и падаешь оттуда, чтобы насладиться нашим страхом за тебя. Ты не ходишь, ты плывешь, ты не плывешь, ты мерцаешь. Я поражаюсь своей любви. Я не способен на это чувство. Это как-то сильнее болезни. Это сильнее боли. Это сильнее меня. Кто спасет меня. Кто утешит меня. Как забыть тебя. Как помнить о тебе вечно. Все любят Светлану. Появляется Дикой. Все любят Светлану. Потому что глаза ее снятся каждому, кто посмотрел в них. Потому что дыхание ее слаще спелого яблока. А руки ее, это ветви сказочного дерева, только в объятиях которого может дышать умирающее сердце. Все любят Светлану. А Светлана не любит никого. Почему? Почему? Ей достанется тот, что сможет спрыгнуть с этого обрыва вниз. Но это верная смерть. Светлана это смерть. Замолчи! Вы трусы! Прыгай сам! Я тоже трус. И Светлана не для меня. Светлана смотрит на костюм. Человек поет, и звуки песни заставляют людей вставать и идти далеко в горы. А если нет песен? Человек плачет, и слезы прожигает бумагу. А если некого оплаковать, что тогда? Человек мечтает, и мечты расходятся по сторонам кольцами дыма. А если любые мечты кажутся смешными, как жить? Появляется служанка. Служанка. Здесь холодно, и волосы твои покрылись инием. Иди домой, Светлана. Есть дом, который ждет, есть дом, который любит, есть дом, который просто охраняет. Мой дом мертв, и он не дышит. Пустые окна, проемы черной дверей, деревянные лестницы, говорящие на разных языках. Когда я поднималась или спускалась по ним, их язык — это язык мертвых. Мне страшно это слышать. Я люблю. Кого? Сложно сказать. Третья сцена. Сидят отборщик и драматур. Отборщик закончил читать слух. Вы хотите, чтобы мы этот текст отобрали для фестиваля? Ну подождите, вы же не дочитали, там же дальше что очень интересно. Хватит! Это не пьеса. Нет, это пьеса. Не пьеса. Я вам говорю, это пьеса. Нет. Совершенно точно, это пьеса. Да, 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 пьеса. Нет. Вы жестокий. Я еще добрый. Из всех отборщиков я самый гуманный. То есть вы хотите сказать, что вы не хотите отобрать мою пьесу для фестиваля молодой драматургии, да? Подождите, не хочу. Мне плохо от вашего текста. Хорошо. Ладно, вот вам, пожалуйста. Что это? Это два артишока. И вторая часть романа «Ночь нежна», да. Это взятка? А вы как думаете? Вы что, совсем ненормальные? Нет, подождите, а вы что хотите сказать, что только нормальные присылают тексты, что ли, вот сюда, вот на вашем фестивале? Ладно, давайте быстрее. То есть что, я, получается, теперь участвую, да, в фестивале? Да, но не надо гордиться. А, не, я не буду. Не надо. Не, я не буду, нормально. До встречной фестиваля. Все любят Светлану, все. Настаньте вы от меня. Драматург в депрессии. А знаешь, антидепрессанты не очень-то и помогают. Ну, спокойствие наступает, но это такое тупое спокойствие, будто бы по всем твоим вот волнениям дали по башке и каким-то случайным предметам произвольной форме, и единственное внятное качество которого – это тяжесть. Он тяжелый, этот предмет, и тупость от него такая же, тоже очень тяжелая. Вот сидишь на скамейке, да, во дворике театра практика, и понимаешь, что ничего, ничего, ничего сейчас не можешь съесть. Вот хочется вроде бы, и спокойно совершенно, но больно, 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 даже не представляешь. Вот даже представлять еду больно, просто вот сводит в желудок, и все. Яркость эмоций пригашена вращением четырех белых колес. Мне говорили, что это много, но какая разница, не снотворная же, да? Ничего со мной не будет. Сидишь, хоришь, хоришь, разглядываешь девушку на скамейке напротив, красивую, тонкую девушку, какие водятся только в Москве или в Петербурге. У нас таких не бывает. Наверное, потому что все красивые и тонкие уехали от нас сюда. Ну, кто его знает, откуда она? Вполне возможно, что и с Тюмени, скажем. Ну, их же сюда тянет всех. Меня вот, как мне казалось, совсем некрасивого и нетонкого тоже притянуло. И да, я был уверен, что все заверте, а потом стало странно, как во сне. Такой прозрачный полиэтиленовый сон, случившийся летним утром. Не про меня, а про какую-то внезапную копию, отслоившийся невесомый слепок, пробиваемый лучами солнца насквозь силуэт. И тут, словно бы в шутку, нужно играть практически себя, даже с тем же именем, даже из той же страны, из того же города. И возраст тот же почти. Интересный случай. Я всегда был автором, а теперь я проекция. Просто вспомогательный орган. В зале жарко. Зал это громко, зайчик. И хорошо, если на 80 мест. Всегда занимал одно из 80, а теперь, теперь смотрю в зал и никого не вижу. А из зала кажется, что актерам зрителей видно. Фиг, свет мешает. Только бы не запутаться в языке. Зачем-то мысли о том, что событие маленькое, камерное, почти частное, между собойчик, всегда казалось важным выбраться на некий уровень, где поведут под руки по белым ступеням, в обязательно красивую жизнь без единой пылинки. Это сейчас я понимаю, что важность события каждый определяет для себя сам. Но тогда не было никаких сам. Трупный я. Трупный я. Торопливыми ручонками толкающие себе в рот таблетки презентовый макет человека, назначенный непрерывно пугать угольно-черных ворон собственного сознания. Представь себе дикую карусель в ночи. Безо всякой музыки она стремительно несется вперед, стоя на месте. Единственный в ней я, который оседлал грубо сделанную гипертрофированную модель самого себя. С короткими ручками, большой квадратной головой и нелепо задранным носом. Наклонился, выгнув спину для всадника, и летит на бешеной скорости, прилипнув смешными ластами ступней к большому точильному кругу ночной карусели. Бег на месте общепримиряющий. Мир в душе и покой. И вот, когда прочитал весь текст вместе с другими, поклонившись аккуратно зрителю, пришлось остаться и пришлось сидеть, отвечая на вопросы, умирая от духоты. И словно бы сбежал в несколько километров, не останавливаясь, с листками в руках, и почти по слогам выговаривал все, задыхаясь. И такой под градом. Отвечал, потому что невольно стал живым продолжением персонажа, которого сегодня озвучил. Убегал от того, во что пришлось потом сыграть перед людьми на этой сцене. Но от себя. Да, именно так. Но это всем известная банальность. Граматур и куратор сидят за столом. Куратор, надо сделать все, чтобы ваше выступление прошло хорошо. А что конкретно надо делать? Да ничего особенного. Не, ну меня же спросят, да, я отвечу, да, я уже у других видел. Это со стороны так, а вы внутри процессы будете. Нет, погодите, тогда вы мне расскажите. Вы должны меня чувствовать. Я ваш посредник между зрителем. Если я прерываю вас, то это значит, что так надо, понимаете? Ага, то есть вы меня по смыслу, да, будете прерывать? А как еще? А я вообще, что-нибудь сказать-то я успею? Ну, конечно, я куратор-модератор. А, да я не спорю я, что ли? Давайте продумаем ваше поведение. Вот мы с вами зашли и сели. Я представляю вас зрителем, затем я задаю вам вопрос. Вот с этого и начинается ваше выступление. А, а что вы спросите-то? Про эффект Куклачева-Башлачева слышали? Это состояние возникает, когда человек одновременно является куратором и модератором. На сцене у меня будет работать эффект, и появится вопрос. А, да, понял. А что-то у других как-то проще? Вы хотите отказаться от меня? Нет, я это самое. Нет, понимаете, я уже довольно много раз была модератором, но куратором не часто. Ага, а вот это мне сейчас зачем знать? Я у вас первая. А, ну да, ну вы первая, я как бы теперь вас всю жизнь, да, помню. Не исключено. Давайте еще раз проговорим. Вот мы с вами зашли. Ага, да. Сели. Ага. Ну сейчас уже начнется, да? Идем, идем. Режиссер и актеры сидят. Режиссер. Все понятно? Актер первый. А что тут понимает? Актер второй. Ну я ничего не понял, но я почитаю. К актеру подходили? Ну вот до этого я понимал. Слушай, да прочитай, мне ссы. Да я не ссу, я же за процесс отвечаю. Актер третий. А у меня полпьесы нет. С Русланом ссадишь там. А я? Сейчас подумаю. То есть я правильно понимаю, что мы просто сидим? Да. Да. Просто сидим. То есть вообще нигде не стоим? Ничего. Да, совершенно верно. Потому что когда непонятно, то лучше всего сидеть. Ну все, давай. Присадим. Стою. На улицу из театра выходит девушка один с телефоном в руках. Рядом по телефону говорит девушка два. Девушка один закуривает. Девушка два бросает окуров в урну. Ходят, разговаривают параллельно по телефону. Извини, я только сейчас смогла относиться. И что я скажу? Все, ничего было. Где он? Уже обсуждение идет. А привести его ума не хватило? Ты обещала, надо было где-то с ним встретиться заранее. Я все понимаю, но вот нет же его. Ну ладно, чего же уже. Когда ты приедешь? Ну успеть, ты его знаешь. Во дворе появляется бомж. Разирается вокруг. Подходит ближе к девушкам. Обращается к первой. Девушка два отходит в сторону. Ее не слышно. Здесь театр. Извините, что? Здесь, греблядь, театр. Девушка один недовольно морщится. Отводит телефон в сторону. Показывает рукой на театр. Да вот же он, театр. Девушка один отходит в сторону. Возобновляет разговор. Бомж недоуменно смотрит на здание. Это театр? Бомж плюет на землю, проворачивается, чтобы уйти. Ему гипнотически четким шагом приближается девушка два. А, извините, вы, Сисыч? Чего? Ну, с вами договаривались насчет театра. Я? А что же вы опоздали? Я с утра с Курского иду. Давай, деньги, бухло, я пришел. Давайте пройдем сейчас с вами. Обсуждение уже идет. Только я должен. Все, там будет. Хорошо, что вы пришли. Извините, а как вас зовут? Ну, как, Титыч? В смысле? Фамилия, блядь, Титов у меня. Идемте. Осторожно, на этом ступеньке. Заходят в театр. Девушка один приближается, разговаривает. Да, я даже так думаю, понимаю, что это зависит от того, кто это скатывается. Если Олег, это одно, а если Витя, это другое. Заходят в театр. Все сидят. Закончилось обсуждение. Я имею сейчас слово благодарности. Блит, не так. Короче, в общем, это... Белорусский драматург. Я ехал поездом Брест-Москва. Ну, это такой же поезд, как Питер-Москва, только из Бреста. Ну, и я в Минске сел. Ну, я всегда в Минске сел. Вот. Ну, и там выхожу в Ворши, в Смоленске. Ну, покурю быстро и спать. Вот. Ну, утром же в Москве уже надо выспаться, ну, чтобы не помятым быть, а с утра просыпаешься помятым всегда. Вот. Я до этого, я был в Москве. Ну, на станции Маяковская первый раз был. Вот. Красиво. Ну, как на Трубной. Только я на Трубной сел на окрашенную скамейку, поэтому, ну, воспоминания не очень. Как бы, о Трубной. Вот. Жили в хостеле, и всегда хотелось сказать в хосписе. Ну, так, ну, по-доброму. Ну, понимаете? Ну, потому что хорошо все. Вот. Еще меня чуть-чуть Роллс-Ройс не сбил. Я шел по Садовому, с женой по телефону говорил, и, ну, погиб бы так мученический, что ли. Вот. Ну, много интересного. Очень много. Алексея учителя показывали. Родиона Белецкого. Вот. Родион выпил что-то из кружки, ну, там, чай или кофе. Потом вот еще Швепс, потом Банакву без газа, вот, хвалил нас очень сильно. Вот. А учитель не хвалил. Ну, он же учитель. Вот. Он вопросы задавал хитрые. Ну, вот. А зачем вы написали эти пьесы? Ну, например. Вот. Люба Мульменко про Карбонару рассказала. В Альпатио. Ну, я не знал просто. Ну, в общем, интересно. Время проходило. Вот. Вот. А потом Филипп меня пригласил, ну, на репетицию читки. Вот. И понимаете, вот, ну, в Москве и так ночи короткие. Я встал в 8 утра, пришел и вот два часа этот бред слушал. Вот. Ну, я не об артистах сейчас. Я о тексте. Потому что, ну, там что-то я не то написал. Там вот надо было вообще сократить. Вот. А потом мне Арина Маракулина все-все про мою пьесу рассказала. Ну, и я и поверил. Ну, а зачем ей врать? Ну, она как бы, она, ну, она на сцене нифига не врет. А тут как бы в жизни, ну, вообще зачем? Как бы. Вот. Ну, мне очень понравилось. Спасибо. Вот. Еще смешно было только на другой год. Вот. Я стоял возле ДОКа, курил, и кто-то выбежал с айфоном и кричит мне, ты же белорус, дай телефон Прешко. А я говорю, нету телефона у Прешко. И человек как-то так этим айфоном уже как-то начал по-другому махать, и уже и айфон как-то не очень важен стал. Вот. Потому что, ну, нету телефона у Прешко. Вот. А есть e-mail. Ну, там, пряпа70 чего-то mail.ru. Вот. Но если ему написать, что Прешко, ты опаздываешь на читку, ну, ну, ты же его задержишь. Ну, ему же нужны какие-то секунды, там, чтобы прочитать, там, Прешко, ты опаздываешь на читку, там, или Прешко, где ты? Но Прешко он не опоздал. Ну, потому что он такой... Слово забыл? Ну, непредсказуемо этот Прешко. Вот. Ну, я надеюсь, вы сейчас понимаете, что я об этом во всем, ну, говорю с любовью, потому что вспоминать очень приятно. Вот. Потом прилетел Вячеслав Дурненков, он температурил, пил таблетки, но он ни на секунду не сократил свой мастер-класс и нам вот вообще всё-всё-всё рассказал, очень много. А потом в хостеле он пил белую лошадь. Ну, красиво так, медленно. А я Балтику-тройку. Не очень холодную, ну, вернее, не холодную совсем. Вот. И как-то всё сразу на свои места стало. Вот. Ну, мне, конечно, белой лошади хотелось попробовать, но я как-то не решился попросить. Ну, а Балтика, ну, вы сами понимаете, что... Ну, я тогда не замечал, что ведь, ну, что она тёплая, потому что и атмосфера тёплая, и Балтика тёплая. Тут уже разницы нет. Теперь я, извините, буду прям зачитывать, потому что очень волнуюсь. Я какую штуку заметил? Сюда приходят те, кому это интересно. Ну, потому что это не политика. Ну, тут волнуюсь за тебя, там, в глаза тебе заглядывают и отдают. Ну, потому что без обмена не получится. И все это знают. И вот я теперь об этом знаю. Вот говорят, новая драма, но я вот как-то себя не причисляю, что ли. Ну, как объяснить? Вот, ну, вот я считаю себя рыцарем, да? Вот, ну, например, рыцарем. Ну, хожу такой, всем говорю, вот я рыцарь, там, в Википедии сам себе страничку зафигачил, как бы, я рыцарь. Вот, или там каждые 20 минут, ну, строчу твиты, типа, там, закончился овёс для коня, печалька. Вот, или там, ну, отправил новую балладу на Грюнвальд 1411 года всех лонглистеров с победой. Вот, ну, я же от этого рыцарем не становился. Ну, я же больной человек тогда, вот. Я, может, и баллад-то всего написал, там, 3-4 штуки, вот. И поэтому, ну, какая новая драма к балладам? Вот, так что новая драма – это энергия, которая вот так легко, она гуляет между нами. Ну, потому что вокруг тебя неуспокойные люди, и вы как-то, вот, ну, чувствуете друг друга. Ну, это я потом понял в поезде. Вот. И в последний день я с чемоданом на последнюю читку пришёл, чтобы потом, ну, сразу на вокзал бежать на поезд. Вот. Ну, после читки на вокзал не побежал, потому что был шашлык-пати. Я шашлыка не ел. И, честно, ну, советую авторам шашлык не есть, пусть его едят артисты. Потому что они целую неделю впахивали, и вот. Так что будь учтив и благоразумен, как говорится. Ещё с МЮ можно рюмочку выпить. Непередаваемые ощущения. Вот. Фотографии очень много сделал, но они все размытые, но это память. Ну, честно, ну, это память. Вот. И, в общем, чем это всё заканчивается? Я бегу, в заднем кармане у меня бумажечка, где я целую неделю собирал e-mail адреса, телефоны. Вот. И вот в этом состоянии я бегу на поезд и, ну, отдышаться никак не могу. Вот. И в поезде лёг, и курить не выходил, потому что боялся, что из меня эта энергия, она куда-то уйдёт. А мне же эту энергию люди абсолютно безвозмездно дали. Я сейчас о чём говорю? О том, что вот я вот это вот всё получил, и теперь у меня этого никто не заберёт. На сцену выходят два актёра. Драматург, похожий на Печейкина. И драматург, похожий на Пулинович. Драматург, похожий на Печейкина. Эта история стала частью моего устного репертуара настоящим стендапом. Бродский, чтобы показать свою особую расположенность гостям, он говорил, «Хотите, я разбужу для вас кота?» Я, чтобы показать расположенность, вспоминаю в лицах события того вечера. Сегодня я расскажу её вам. Попробую сделать это без цензуры, но заменяя некоторые имена и понятия. Простите, если они окажутся слишком длинными и туманными. Такова необходимость. Драматург, похожий на Пулинович. Про Любимовку можно вспоминать очень много и долго. Можно в пафосной торжественном ключе, можно в стиле таких мемуаров. Но когда попросили к юбилею Любимовки вспомнить и написать что-нибудь про неё, в голове полезли какие-то нелепицы, несуразицы, в которых, мне кажется, и заключается самое главное. Вот воспоминания первое. Была это одна из моих самых первых любимых. А именно вторая. Драматург Ка предложил мне, ну как бы это сказать, дабы обойти цензуру, что-то, от чего обычно начинает улыбаться солнце и танцевать хороводом миры вокруг. А поскольку я тогда была девушкой юной, восторженной, до крайности любопытной, я тут же на предложение драматурга Ка согласилась. И действительно, миры вокруг таки затанцевали, но солнцем в этот дождливый день было сложнее. Драматург похожий на Печейкина. 2008 год. У Дока юбилей. Жаркое, очень жаркое лето. Поэтому во время спектаклей окна открыты. Показывают спектакль по моей первой пьесе. Спектакль начался среди зрителей она. Она сидит на одном из дальних мест, ряду на третьем-четвертом. Проходит четверть часа, она встает и, пробираясь через зрителей, идет к выходу. Но ничего, дорогая моя, я тоже уйду с какой-нибудь твоей пьесы. Добродушно думаю я. Нас разделяет буквально полшага, когда Ярослав вдруг замирает и... Драматург похожий на Пулинович. Значит, первую часть спектакля по его пьесе я смотрел с огромным интересом. Потом пришла расплата за любопытство, в глазах помутнело, сердце забилось, как бешеное. Ну все, думаю, помираю. Каюк, прощай, родная сторона. Я стала искать пути к отступлению. Выбраться из зала до отказа наполненного телами зрителей, устремивших как один взгляды на сцену, оказалось невозможно. На подкрашивающихся ногах я встала и сипло выдавила. Помогите. Драматург похожий на Печейкина. И она падает буквально у моих ног в узком проходе между рядами. Я не сразу понимаю, что произошло. А произошло, повторю, следующее. Драматург упала в обморок на спектакле. Упала и лежит между мной и другом Пашей, сидящим впереди. Паша, кстати, врач. Он оборачивается, смотрит на организм лежащего драматурга и с ледяным спокойствием говорит. У девушки кажется обморок. Ему бы собирать слово вечности, льстинок снежной королевы. Парень из зрителей хватает Пулинович за ноги и кричит мне, чтобы я брал ее под пушкой. Я беру, мы несем драматурга из зала на улицу. Здесь мы сразу кладем ее на ряд стульев. Я остаюсь охранять тело коллеги. Спектакль решено продолжить. Итак, констатирую. Перед театром стоит несколько стульев, на них девушка-драматург головой на моих коленях. Пока к моей коллеге возвращается сознание, я успеваю поймать себя на мысли, что все-таки это чертовски приятно, когда на твоем спектакле падают в обморок. Прости, говорит она, открыв глаза. Ничего, ничего, маленькая моя, положу я ее по голове. Ничего, я приду на твой спектакль, и проблююсь прямо в зале. Мы улыбаемся друг другу. Тут, казалось бы, можно опустить занавес и закончить историю, но она только начинается. И здесь же начинаются многочисленные иносказания. Увы, это необходимость. Драматург, похожий на Пулинович. На воздухе мне резко полегчало. Мир обрел прежние краски. Смерть пожелала мне впредь быть осторожнее. Удалилась во своя сип. Я огляделась вокруг, и передо мной открылась следующая картина. Драматург К. Сидел чуть ли не на детском стульчике, прикованный к нему уже наручниками. Драматург, похожий на печейки. Так было к моменту, когда она окончательно пришла в себя. Но до этого было вот что. И так напомню. Улица, несколько стульев. Лежит она, а я держу ее голову у себя на колени. Но рядом есть еще один драматург, чьего имя я назвать не могу. Скажу лишь, что это прекрасный автор, который пишет прекрасные и жесткие тексты. Буду называть его просто Ка, как героя замка Кавки. И вот неожиданно к нашему Ка подходят двое мужчин. Подходят и начинают, так сказать, предъявлять претензии, удостоверения. Мелькает коробочка из красного балакрона. Мужчины утверждают, что они особенно ебдящие. Они уже долго тут ходили и бдили. А теперь подошли, чтобы спросить. А чем этот драматург Ка сейчас занимается, а? И что это за предмет у него в руках? Увы, назвать этот предмет я тоже не могу. Я лишь обмолвлюсь, что назначение у этого предмета, ну, примерно как у древней индийской ловушки снов. Предмет этот помогает вырваться из серых будней и улететь куда-нибудь подальше, как иногда предлагает нам аэрофлот улететь по промоакции. Дорогой Ка. Говорят, тем временем специальные мужчины. Мы застали вас за использованием ловушки снов. Что запрещено в нашей стране. Здесь можно только бодрствовать и бдить. И нас, дорогой Ка, также не покидает сомнение, что кроме этой штуки в ваших карманах могут быть и другие предметы. Позвольте осмотреть? Не позволю, говорит Ка. А все-таки? Не трогайте меня руками. Вот от такого хамства и хочется внестись порой в другие миры. Но мужчины настойчивы. Они тянут свои руки к телу, Ка. Он запрещает им, но они тянут. Он запрещает, а они тянут и тянут. Драматург похожий на Полинович. Вокруг толпилась публика из наших. Кто-то громко возмущается, кто-то пытается договориться, кто-то объясняет, что драматург Ка... Но драматург Ка – это надежда всей нашей русской драматургии. И нельзя его вот так вот сразу с наручниками и к детскому стульчику. Драматург Ка сидел на своем месте с гордым и оскорбленным видом. Драматург похожий на Печейкина. Один из этих мужчин. Проворно хватает его за оборотную часть и тогда Ка столь же проворно опускает руку в задний карман. Пальцами руки, которыми он написал половину своих замечательных и жестких пьес, он выбрасывает на асфальт нечто. Что именно? Нечто, состоящее из молекул. Ведь из молекул состоит многое хорошее. Флаг, герб, гимн. И вот эти молекулы, прилетев по воздуху, падают ровно мне под ноги. Один из мужчин бросается в мою сторону и с громким вопросом. Что вам бросил? И тут мы впервые смотрим друг на друга. Я вижу, что передо мной человек волевой и крепкий. Что таких, как я, он обычно кладет на резец и раскусывается щелчком. Он видит, что перед ним какой-то парень и какая-то девушка обморочного буквально вида. Доверия к нам нет, мы явно часть одной порочной организации. Мужчины начинают переставать к Ка. Что это такое? Он метнул, как осетр в лучшие свои времена. Ка отвечает, что ничего не было, что все иллюзия, и мир есть сон. Ну, чтобы пробудиться от иллюзии, мы заберем вас с собой и не спрашивайте по какому праву. Если все лишь иллюзия, то и права тоже. Драматург похожий на Полинович. Я, как самый молодой, сообразительный. Ну, как я про себя думала. Участник Любимовки сразу поняла, что нужно делать. Набрала номер Лены Ге. Описала ей вкратце ситуацию. Скажи. Мне долго, после недолгой паузы в ужасе спросила Лена Гремина. Скажи, а там рядом с вами есть взрослые? Есть. Есть, оглянувшись, ответила я. Михаил Юрьевич, например. Нет. Уже чуть ли не кричала в трубку Лена Ге. Я спрашиваю про взрослых. Взрослые, взрослые, я спрашиваю, там есть? Нет, сокрушенно призналась я. Взрослых рядом с нами, кажется, нет. Сейчас я кого-нибудь к вам отправлю. Коротко ответила Лена и положила трубку. И тут из-под... Из-подвала. Из-подала. Из-подвала закричали что-то вроде... Я на вас всю жизнь угромила, а вы уроды! Граматург, похожий на Печейкина. Волевой мужчина, которому ее не понравился, подошел к окну и посмотрел сквозь него в подвальное помещение. Он смотрел на сцену театра, но не знал этого. Что же он видел? Он видел сцену из спектакля по моей пьесе. В ней действует актер, молодой парень, который играет старуху. И женщина, народная артистка, которая играет еще не старую женщину, одетую в халат. Они смотрят на другого молодого артиста, который играет другую старуху. Он лежит на полу и воет. Раздается нецензурная бронь. Он лежит на полу в ночной рубашке, при этом у него на лице большая кустистая борода. Такое евровидение. Теперь прошу взглянуть на эту картину не как на сцену театра, а как на ситуацию, увиденную суровым мужчиной в окно подвального этажа, который перед этим пытался задержать драматурга К, рядом с которым лежит обморочная девушка, и сидит парень с физиономией долгопята. И все они называют себя драматургами. Поэтому не мудрено, что этот потрясенный увиденный мужчина бросился вниз по лестнице. Одновременно с этим я понял, что через несколько секунд он ворвется в помещение, и мой спектакль будет прерван второй раз за вечер. Поэтому я бросился за мужчиной, поэтому я не побоялся схватить его за плечи и закричать в уши. «Стойте, стойте! Это спектакль! Это театр! Фестиваль!» Мужчина резко обернулся, его ностры дымились. Он тоже схватил меня за руки и по привычке стал заламывать их за спину. Мужчина проводил прием захвата. Откуда-то из области чресел, где оказалась моя голова, я продолжал говорить, что все это театр, спектакль, фестиваль. Мужчина не реагировал, пока я не произнес фразу. «Не входите! Это я написал!» Тогда мужчина почему-то дал мне разогнуться. И я не без гордости повторил. «Это я написал! Я!» Мужчина прислушался к голосам, звучавшим со сцены. «Блядите это!» Сказал он. «Так я им зову свой рассказ!» «Стойтеатр, похожий на Полиновича!» Но тут приехали взрослые, вернее взрослые. Ею оказалась Лена Кэмп. Она разговаривала с однозначного вида людьми в штатском тоном, доброй, умудрённой опытом воспитательницы. Всех покорила, вызволила добротургой Ка из-под стражи и навсегда заполнилась мне своей отпагой. Драматург похожий на Печенькина. Ещё лишь одно воспоминание, картинка из финала той истории. Третий известный драматург, которого я мог бы назвать своим кумиром, стоит рядом с сердитым мужчиной при исполнении одному ему известных обязанностей. Драматург произносит несколько слов. Слов, которые я, если можно, попрошу напечатать на моём могильном камне шрифтом Times New Roman, полужирный капсул. Преодолев немоту, драматург говорит мужчине. «Давайте поговорим о добре». За тот вечер, за обморок, за такой-то театр, за разговор о добре я хочу поблагодарить фестиваль Любимовка и лично двоих тех мужчин, чьи имена, я надеюсь, никогда не узнают. «Драматург, похожий на Кулинович». Ещё одно воспоминание. Это было года четыре назад. Приехала я на Любимовку, а она для меня не задалась. Ну, такое бывает. И вот хожу я, грущу, хожу на читки, в перерывах пиная листья под ногами. Ну, не от Любимовки всё. Ну, так грустно от этого. Вроде бы все те же люди, новые, старые, разговоры, разговоры о проходящем, о вечном, о ерунде, о стране, о мельком, простом. А я пиная листья и грущу. Ну, нет Любимовки, всё тут. Где она? Ну, где? Вот сижу я на читке какой-то, и вдруг так точно становится от себя, от грусти своей, что тихонечко пиую и выхожу. И листья, и листья, у нас в другом ботинка так, раз, и разлетелись. Ещё раз, ещё. Потом дождь пошёл вдобавок, и вообще без просвета какой-то. И дождь только закончился. Стою, думаю, расплакаться, что ли. Так не заметит никто. Вон дождь какой был. А если для себя плакать, можно и в туалете. Плакать всегда лучше для кого-то, приятнее. И тут, и тут, представьте себе. В один из самых престижных районов Москвы, затравленный исключительно крутыми машинами, в наш дворик театра въезжает потрёпанная, старенькая, видовидавшая ока. Дверь оке открывается, и из неё сначала показываются костыли, потом борода, потом всем знакомая фляга с вискарём, а потом и весь Вадик Ливанов. Привет, кричит он. Мы на оке вон приехали. Я уже почти ничего этого не слышу, потому что обнимаю Вадика, целую его в заросшую бороду, и абсолютно точно понимаю, что вот теперь всё, всё будет отлично. И будет кому поплакать, и будет у кого спросить о вечном, мимолётном, о ерунде и простом. И любимовка началась. Диалоги. Диалоги, съёмная квартира, ночь. Представляешь, заходишь в аптеку, а там в отделе, где всякие фито-чаи продаются, рядом с слиповым цветом и ромашкой стоит коробка с надписью дурь. Не, ну какие-то же сорта быть должны, в конце концов. Да, дурь молодецкая, это такой сорт для молодых, такой лайф-вариант. А вот дурь богатырская, это для настоящих. Слушай, а самое главное, как всё патриотично, да? Надо ещё слоган захуярить. Перед нашей дурью вянут голландские тюльпаны. Ну и кактусы. И согнут мексиканские кактусы. Ну да, дурь богатырская, то есть сорта бы Алёша Попович. Надо ставить. Про дурь? Не, я серьёзно, вот всё это записать надо и ставить, всё, что говорим, и сразу, сразу, чтобы ничего не задерживалось. А меня что-то вот на драму пробило. Ну, на такую классическую. На три акта. Не про трёх богатырей? А что, по акту на каждого. Значит, Муромец это такой инвалид с неблагополучной семьи. Родители всю жизнь бухают, нигде не работают. А он парализованный, на печке лежит и на всё это непотребство смотрит. И ничего сказать не может. А потом в дом зашли калики перехожие, и он поднялся. А Добрыня, Добрыня, это спецагент наш самый крутой. Его, значит, после развала СССР слили, обменяли на какую-то зокеанскую б***ь. И он такой в Россию возвращается, полный сил и никому не нужный. Ой, я знаю, я знаю, кто такой Алёша Попович. Он сын олигарха. Короче, папа его, Яков Попович, сами понимаете, кто. А сын не хочет, как отец, сыну заподложить в стране, из которой его папа недра высасывает, и на них футбольные клубы гусульманские покупает. Это ездить, а. Ага, как будто своих выхватает. И восстал Алёша, супротив отца своего. И послал подальше всё гламурное б***ство. Так что, у нас получается четыре акта? Почему? Ну, акт на богатыря и четвёртый на подвиги. Нет, четвёртого не будет. Ведь они так втроём выйдут на Ван Саны и скажут, что пошли, если что хочется, у тебя за нами пора. Пора, кстати, хорошее название. Пора. Нет, это вторая чай так будет называться. А первая? Да коли. Что у вас тут за чудовищный смех? Вот и я говорю. Да коли. Да что у вас за смех и где мой фотоаппарат? Кстати, на лестничной площадке такая тусня идёт. Слушай, а про трёх богатырей это ставить надо? Это может быть такая классная история. Да ладно, забей, у нас тут каждый вечер такие истории. А что там за народ? Мы нашли ваш фотоаппарат, Михаил Юрьевич. Ну, пульс, 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 пульс. Девушка, драматург. Осень 2003 года. Я иду по Тверской к неприятному виду зданию с гостиницы «Минск» внутри. Сердце моё трепещет. Я драматург. Я драматург, учусь произносить без хихикания. Так назвал меня Михаил Юрьевич всего пару месяцев назад в доме отдыха на Клязьме. Я заставляю вместе с другими участниками высказывать своё мнение после любимовских читок. Никакой я, конечно, не драматург, хотя у меня уже была первая читка. Я студентка пятого курса Журшфака МГУ. И в свои 20 лет я точно знаю одно. Взять интервью – это пол, ну или, по крайней мере, четверть дела, чтобы подружиться. А мне очень, ну просто позарез, хочется обаять этих людей. Я долго формулировала вопросы, на всякий случай надела юбку, я буду казаться умной. Захожу в фойе и поднимаюсь на четвертый этаж. Возможно, он был седьмым, но воспоминания всегда украшают точность. Так что сделаю вид, что всё было именно так. В номере, например, 47 меня ожидают трое – Вадим, Юра и Миша. У Миши есть старший брат, буйная голова, и он, конечно, нашёл дела поважнее. Вадим разливает московского коньяку, Миша нарезает лимон, Юра поджигает мою сигарету. К нашей общей удаче в тот год они ещё продаются поштучно в ларьке по дороге к Минску. Нельзя не признать, что я волнуюсь, о всех троих на Любимовке ходят романтические легенды. Глядя на меня, они улыбаются, укрепляя моё подозрение. Первый вопрос формулирован очень удачно. Я забыла добавить, я отличница. Отделение Литхуд-критика. Через полгода получу красный диплом. Ну, вообще, Вадим, я всех агитирую в Тольятти писать пьесу. Как вижу человека, сразу спрашиваю. Вы пьесу не пишете? Юра, так со мной было. Меня привёл Миша в качестве актёра на галку-моталку. Это пьеса Наташи Ворожбит. Я в театре-студии занимался. Вадим знал, что я пишу рассказик, и он мне предложил написать. Я долго отнекивался, а он научил нас секретной формулой. Нина, поделитесь. Очень просто. Он сказал, значит, слева пишешь, кто говорит, справа что говорит. Всё. Я попробовал, у меня получилось, я сейчас заявляю, что так и есть. Юра считывает испуг на моём лице. Я шучу. Я имитирую смех, но, конечно, я так и подумала. Последние пару месяцев, с тех пор, как попала на Любимовку, приходится имитировать, чтобы не оплошать, что считываю шутки, знаю арт-хаус, слушаю редкую музыку и, конечно, весьма начитанно в драматургии. Признаться, что я чего-то не знаю, почему-то кажется редким стыдом. Вероятно, потому что я младше всех. А может, для него это правда жизни была? Вместо того, чтобы поддержать разговоры, я всё время подглядывала в блокнотик. Ну, мы с совершенно другими. Трое смотрят с иронией. Юра подливает коньяку, москвичка, блондинка, 20 лет, о чём с ней вообще говорить. Пару месяцев назад на Любимовке я неожиданно поняла, что моё происхождение это хуже не придумаешь. Восточная Московская область вообще не была. И о том, что представляет собой страна, узнала только что из их же пьес. Через год оказалась в Умской области, и когда увидела километры пустой земли с остатками заводов и сгоревшими деревнями, меня впервые накрыло. Так вот, о чём они пишут. Хотя это не совсем о пейзаже. Город давит, и начинаешь себе придумывать выход. Специфическая аура. Затонувший город. Ставрополь на Волге. Был затоплен перепостройкой Ставропольской ГЭС. Наш город современный, а не затонувший. Люди, которые его построили, они вообще снов не видели. Комсомольцы всякие, они выпивали, выпивали пол-литра и падали. Зэки. А как известно, когда снов не видишь, начинаются дикие вещи. А ваши пьесы «Сны, которые не видит Тольятти»? Вот у нас с Мишей есть пьеса «Сны Тольятти». Там такая сюрреалистическая вещь есть, что Тольятти – имя руководителя итальянской коммунистической партии. А у него есть сын, Пальмира Тольятти, который сидит в Тольятти. То есть человек сидит в психушке и воображает себя городом? А вы это придумали или так и было? Насколько драматург вправе добавлять от себя в документальные пьесы? Для меня документ – это только повод для моего творчества, а не исследования. Есть ли смысл идти в театр, чтобы видеть слепое копирование в жизни? А я считаю, что документальность складывается не только из речи людей. Те же суеверия, сны, воспоминания. Знаешь, что такое вербатим? Ну, представим себе космонавта, высадившегося на Венеру. В вербатимный момент он начинает вспоминать и вдруг говорит об утюге. Но он гладил штаны перед полетом, представляешь, и забыл выключить утюг. И теперь только об этом и думает. Может, он скафандр гладил? Ну, и ты сразу представляешь его себе не как что-то фантастическое, А вот он, стоит на Венере и, может, вообще в нас уковыряет. Он живой. Через год он напишет об этом, ну, или почти об этом пьесу. Ее поставят в театре, которого еще нет, девушка, с которой никто из нас пока не знаком. Юра покрасит волосы в красный, снимется в кино и скоро станет похож на рок-звезду. А за Вадима будут конкурировать три режиссера на Яснополяне, хотя задание было разбиться на творческие двойки. Разговор о новой драме возник из-за того, что современный театр не умеет тексты, написанные сейчас, адекватно, аутентично воспроизводить. И когда Угаров призывает драматургов ставить свои пьесы самим, это очень точно. Слово, написанное драматургом, не ждет. Театр молчит. Чудовищная ситуация с провинциальными театрами. Эти монстры абсолютно мертвы, абсолютно замшелы. Они вымрут? Они слишком крепки. Это будет два театра? Это будет два зрителя. Будет смена поколений. А вообще, эта модель репертуарного театра, она очень ущербна. Постоянная труппа, которая живет на бюджете. А западная модель театра, проектного, когда для каждого спектакля собирается новая компания. Она более живучая и современная. В культурном слое играют драматурги. Ну, мы же этим занимаемся вынуждены. Я думаю, что-то его брат сидел бы с удовольствием за компьютером и писал бы пьесы. Но лучше сделать самому, как то, и отвечать за это. И вообще не существовать, чем быть поставленным чудовищным режиссером. Смотришь, как классическими методами ставят современную драму, и какой ужас из этого получается. Просто холодеет все. И понимаешь, я туда свою пьесу не отдам. Только за большие, большие деньги. Мы допили московский коньяк и пошли обратно в МХАТ и на новую драму, ту самую, куда приезжали грузинские драматурги, где женщина лишилась чувства духоты во время спектакля «Кислород», а пропуском на церемонию закрытия было маленькое зеркало. Довольно скоро я избавилась от мешавшей в ней юности, но так и не перестала стесняться, называя себя драматург. Эти трое вместе с братом «Буйная голова» превратились в легенды. Если бы можно было каким-то сомнительным образом попасть в эту комнату в несуществующей больше гостинице «Минск», я бы ни за что так рано не выключила диктофон. Задумчивый драматург. Если ты в начале сентября проснулся, не пойми где, рядом с тобой спит мужик в плеере, встав с кровати, ты наступаешь на ноутбук, а в кухне тебе небрежно кивают, продолжая спор о то ли театре, то ли о прогнозе волны на Малайзии в ближайший месяц два известных писателя, которых ты видишь впервые в жизни, ты, скорее всего, на Любимовке. Значит, таково ты знаешь, иначе бы ты сюда не попал. Сосредоточься и вспомни, может кто-то из твоих друзей актер, режиссер или учится во ВГИКе. Если нет, есть вариант, что ты сам драматург. И, возможно, у тебя даже вчера был дебют. В этом случае добро пожаловать. Можешь остаться на кухне, драматурги будут разговаривать, пока не кончится водка. Тогда вы все втроем сходите за пивом, а когда выпьете половину того, что принесли, станут просыпаться и присоединяться остальные. Появится завтрак, в спорах двух драматургов так или иначе окажутся вовлечены все остальные, включая тебя. Десятки проектов будут задуманы и запомнены. Крошки и бутылки будут сходиться над сыром, хлебом и колбасой, а потом опять вернутся на стол. И если ты не уйдешь прямо сейчас, а промечиво останешься с двумя драматургами на кухне, то ты пропустишь утреннюю читку. Так что выходи на улицу, пусть Москва обрушится на тебя. Всей своей волшебной осенью. И пусть эта осень будет красивой и теплой, такой же, какой она была в Клязьме и Ясной Поляне. Пусть ты будешь идти по улицам, жадно глядываясь по сторонам, снимая на айфон, завязывая шнурки, входя в магазины, обжигаясь кофе, глядя на солнце из-под ладони, глядя на московских девушек, сквозь пальцы, пусть сумка будет бить по колену, наполняясь буклетом, блокнотом, книгой из фаланстера, салфетками, чеками, клочками бумаги с телефоном, e-mail'ом и именем. Пусть ты будешь присаживаться на скамеечки во дворах, а люди вокруг тебя будут каждую секунду меняться, как стеклышки в калейдоскопе. Пусть звезды сияют, когда вы станете возвращаться с последней читки. Пусть бутики сопровождают вас до самой Красной площади. Пусть ночной мавзолей и вечный огонь, и да забей ты на свое метро. Давай покляем. Огромный город раскроется навстречу вам, как жадный бетонный цветок. Вы пойдете по улицам, лавируя между машинами и летними верандами. Некоторое количество жителей этого города смертельно опасные преступники, но это только добавляет ему очарование. Густые чернильные вечера Москвы заливают пространство. Вы успеваете вскочить в золотой колокольчик кафе, и тьма усталым плеском разбивается о порог и закрытую дверь. Музыка в ваших наушниках, музыка в наушниках вашего соседа по столику, музыка в кафе. За соседним столиком бригада актеров читает завтрашний текст. Ты снимаешь их на айфон. Утром ты проснешься, ну и в общем далее по тексту. Ну и это будет твоей жизнью на целую неделю. И потом, окончательно проснувшись дома, далеко-далеко от той квартиры, ты будешь вспоминать и понимать, что это и было счастье. Ты захочешь снова и снова его испытать, вспомнишь этих людей, достанешь из памяти истерзанной дружеской ржакой, троллингом темы разговоров и прочтешь те книги. О которых узнал там, в Москве. Посмотришь фильмы, причем на какое-то время действительно вопрет югославское кино 70-х. Ты станешь слушать другую музыку. И в какой-то момент ты поймешь, что видишь из окна гораздо дальше, чем раньше. В какой-то момент вся твоя жизнь неузнаваемо изменится. Ты будешь вспоминать этот момент, но так до конца и не поймешь, что послужило этому причиной. Тот спорт двух драматургов, или хорошая читка, или прогулка. Пожмешь плечами, и чтобы разобраться, напишешь новый текст. Потом еще. Встречая все больше и больше старых знакомых и новых друзей, ты будешь уверен, что это то самое новое общество, новая клетка неведомого, но бесконечно хорошего и бесконечно нужного сейчас организма. Сила слова, изменяющего мир. Окончательно это станет ясно, когда ты придешь на премьеру своего спектакля. Состояние, измененное воплощенным замыслом сознания, поможет тебе почувствовать, как хрупко реагируют браны на то, что благодаря тебе стало живым. Ты видел уже нечто подобное на читках, но теперь это можно буквально потрогать руками. Парусные ветра несут за тобой пальто и шарф. Ты летаешь по Москве, идеальный житель блестящего города, и замыкаешь круги. Вот здесь вы сидели на Любимовке с режиссером, обсуждая тогда еще призрачную возможность постановки. Вот здесь вы брали коньяк, чтобы поехать в гостиницу, а вот здесь ты уронил бумажник в сливную решетку. Круги, круги Любимовки. Круги, включающие в себя города и страны, людей и домашних животных, мертвых и живых, автобусы и гостиницы. Однажды, вернувшись поздно ночью в вашу квартиру, ты обнаружишь там больше сотни человек. Это будут студенты факультета иностранных языков МГУ, которые провожают третий курсницу на трехлетнюю практику в Китай. У них обломался вариант со съемной хатой, но хвала небесам, кто-то из этой сотни знает кого-то, кто знает кого-то с Любимовки. Ты до самого утра пьешь с переводчиками из корейского «Ямайский ром» и слушаешь анекдоты. Как так получается, что в Москву, а что Москву, по которой ты станешь гулять, не нужно будет завоевывать, ты ее полюбишь. Круги замыкаются и расходятся, уступая место новым. Ты снова придешь к тому же кафе и сядешь у входа покурить. Актеры за стеклом узнают тебя и начнут снимать на айфон. Конец. Ира Вилкова, Игорь Пычков, Молодя Баграмов, Илья Кавризов, Алексей Ликвиненко, Сергей Галатов, Илья Стамеев, Оля Лысак, Оля Шагина, Наташа Сапецкая, Дима Богославский, Илья Сухаревская, Леша Масадудов, Леша Людников, Варя Турова. Актеры за стеклом! Актеры за стеклом! А теперь вам пир.